Привет, в эфире Выдумщики.ру и с вами я, Любовь Шаниман. Сегодня хочу с вами поговорить об одной очень важной теме. Это упаковка готовых изделий ручной работы. Часто, когда мы готовим подарки для родных и близких, мы забываем об одной важной вещи. Как эти подарки мы будем упаковывать? Красивое мыло залить очень просто, но как это мыло подарить? Давайте поговорим о коробках, которые помогают нам презентовать подарки ручной работы наиболее выигрышно. Один из частых вопросов, который нам задают, это как правильно собрать эти коробочки. Потому что дизайнов их у нас очень много, и вы их сможете найти на нашем сайте выдумщики.ру в разделе упаковка. Смотрите, в общем-то сборка совершенно незамысловата. И, как правило, она подразумевает, что все части, на которых есть какая-либо информация, будут скрыты с лицевой части коробки. Итак, все, что нам нужно, сначала проработать сгибы. Я рекомендую прорабатывать сгибы перед тем, как собирать коробку. Теперь коробка стала более податливой, и мы складываем ее. Сначала убираем большой клапан, потом накрываем боковыми клапанами, и в завершении продеваем петельку. Дно собрано. Дальше прорабатываем сгибы боковых частей. Сгибаем клапан и закрываем коробку. Сборка завершена. Коробка готова. Сейчас я вам чуть подробнее расскажу о коробке, которую я держу в руках. Во-первых, коробка выполнена из очень плотного картона. Фактически все пазы вложены друг в друга намертво. У вас не развалится эта коробка, даже если вы положите туда 400 или 500 грамм мыльной основы. Она открывается с защелкиванием. Изнутри она ламинированная, то есть она глянцевая, лакированная и водонепроницаемая. Ламинация коробки очень важна для мылоручной работы, потому что такая коробка прочнее, меньше пачкается, и даже если какой-то гель для душа у вас прольется в нее, просто протрите тряпочкой и все удалится. Кроме того, в такой коробке очень прочное пластиковое окно. Оно приклеено очень хорошо и не дает влаге испаряться из изделий ручной работы. Это очень удобно. Коробки бывают горизонтальные и вертикальные. Вертикальные коробки есть с окошком, есть без окошка. Давайте попробуем их собрать. Они собираются примерно одинаково. Первое, что я рекомендую, это опять же промять все сгибы. И опять складываем клапана. Сначала большой клапан, затем боковые клапаны, и нижний клапан тоже сложили. У вертикальной коробочки есть места сгибов. Они располагаются вот здесь. Они нужны для того, чтобы коробочка очень плотно собиралась, и никакая влага не выходила из нее. Дальше отгибаем язычок, который у нас есть на крышке. Кладем коробку. И этот язычок вставляем в дырочку специальную. Коробка собрана. Очень плотная. И даже без наполнения эту коробку очень сложно помять. Окно тоже пластиковое, прочное, нигде не морщенное. Очень качественная коробочка. Вот мы собрали с вами коробочки. Теперь давайте в них упакуем мыло ручной работы. Начнем с самого простого варианта. Эта коробочка рассчитана на два мыла. Итак, открываем нашу волшебную коробочку. Открываем белый наполнитель. Отделяем нужное количество наполнителя. И укладываем в коробочку. Аккуратно заправляем все торчащие края наполнителя в коробку. И теперь делаем небольшие углубления в наполнителе. Проминая его пальчиками и раздвигая в стороны два отверстия. И вкладываем цветочки в нашу коробку. В одно отверстие. И во второе отверстие. Теперь закрываем коробочку. Вот что у нас получилось. Красота! Итак, сейчас покажу вам еще один вариант упаковки мыла ручной работы. Но уже если вам нужно упаковать одно мыло. Складываем коробочку. Как я показывала ранее. Сначала большой клапан. Боковые. Все вниз загибаем. И нижний клапан. Проминаем боковушки. И опять берем наполнитель. Укладываем в коробочку. Точнее пока мы его только примеряем в эту коробочку. Потому что нам нужно сделать хорошее такое отверстие. Где мы расположим мыло ручной работы. Сейчас мы примерили. Обкладываем нашу розу наполнителем. И теперь укладываем и распределяем опять же наполнитель. Так как вам будет удобно. Сверху, если есть необходимость, можно положить еще наполнителя. Чтобы при транспортировке роза не упала из окошка. Один важный совет. Если вы хотите в коробку упаковать мыло ручной работы без пленки. Так оно конечно будет гораздо эстетичнее. После заливки дайте ему подсохнуть на открытом воздухе день или два. Тогда оно не испачкает ваше окошечко. И закрываем язычок. Вы получили красивую коробку. И здесь всего лишь одно мыло. Но подарок уже готов. Правда здорово? А как правильно упаковать мыло ручной работы в термоусадочную пленку, я рассказывала вот в этом ролике. Ссылочка ниже. Обязательно поставьте нам лайк и подпишитесь на наш канал. Нам будет очень приятно. В комментариях обязательно напишите, во что вы любите упаковывать свое изделие ручной работы. И есть ли у вас проблемы с упаковкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова